Продолжение следует... Продолжение обороны со своей задачей не справилось, но на флангах сопутствовал успех. Казалось бы, надо бы его развить, а развивать-то особо и нечем. Но немцы действительно испугались окружения 206-й пехотной дивизии. Ну и дальше у нас, соответственно, 26 ноября. Что у нас здесь происходит? 26 ноября с утра сражение в районе боевых действий 39-й армии и 23-го армейского немецкого корпуса вспыхнуло с новой силой. Немцы подтянули к местам прорыва, особенно со стороны деревни Сухуша и плоты свои резервы. Это начали перебрасывать части из 14-й мотопехотной дивизии, которые были в тылу, да? Нами не вскрыты. Плюс переброска началась резервов из тыловых частей. Ну то есть формировка из тыловых частей вот этих вот... Вернее, даже не так. Вот эти армгруппы, про которые мы с тобой говорили в прошлой передаче, да? Они были подтянуты к местам прорыва и начали, значит, оккупировать наступление наших частей. Опять же, мы с тобой говорили то, что ни лево-фланговый, ни право-фланговый ударных группировок, в принципе, частей усиления-то не было. Да, все было предназначено для развития прорыва в центре нашего удара, который-то не получился. Но они фактически сковывающие должны были выполнять роль, чтобы немцы не могли перебросить свои резервы на фланг и не могли маневрировать артиллерии. Это как раз, собственно говоря, то, что продвигает идею Алексея Исаева о том, что в 1942 год основное оперативное решение в наступлении – это основной удар и сковывающие удары. Чего не будет уже в 1943-44 году, когда будут просто одни решительные удары, которыми уже сковывающих практически не будет. Все правильно, абсолютно верно. Ну, и увязав, наконец-то, боевые действия нашей центральной ударной группировки из двухстрелковых дивизий, 373-135-й и двухтанковых бригад, все-таки в 10-20 утра нам удалось взломать немецкую оборону. Ну, сам понимаешь, все-таки две дивизии сосредоточенные на узком участке фронта и две танковые бригады. Плюс к тому же, напичканные сверху, значит, отборными приказами и указаниями, да, возымели свое действие, то есть привели командиров дивизии в чувство. Части пришли в себя, нанесли массированный удар, прорывали немецкую оборону в районе деревень Зуево и Палаткино и все-таки, наконец-то, к 16.00, 26-го числа, вышли к деревне Урдом. И приступили, значит, согласно устного приказания командира армии к штурму данного населенного пункта. Надо немножко сказать про деревню Урдом, во-первых, про ее расположение, потому что она стоит прямо на узле дорог, да? Да, это было много, мы уже с тобой в той передаче рассказывали, в предыдущей, то, что это, во-первых, на узле дорог, во-вторых, она была одним из центров Ржевского рубежа обороны. Вот, мы уже говорили с тобой, на окраинной деревне, на западной окраинной деревне, около дороги, на молодой тут имелся артиллерийский ДОТ наш, плюс к тому же инженерные сооружения, которые немцы переделали под свои нужды, траншеи, окопы, противотанковый ров на северной окраине Урдома имелся, который немцы поддерживали в достаточно нормальном состоянии, да? Ну, и в самой деревне, там до этого находился штаб 206-й пехотной дивизии одно время, вот, тоже были проведены инженерные работы, и все дома, в принципе, превращены в опорные пункты. Опять же, мы с тобой говорили, что там такой здоровый холм, вот, со всех сторон лес, и вот в центре этого лесного массива, в центре поля, да, на возвышенности, на холме, стоит эта деревня. Лирическое отступление? Можно небольшое? Нет, я просто там был, в девяносто... Начал я туда ездить с девяносто третьего года, когда там, собственно, не было раскопок никаких, да? Вот, там местный егерь жил, ну, нам много чего показывал, там ходил, слушайте, ну, там, действительно, там столько останков было, то мама не горюй, вот, ну, место глухое... Там же урочище, по-моему, сейчас урочище, сейчас ничего не осталось, раньше, раньше, там, последний, если мне память не изменяет, в 2005 году последний дом сгорел, вот, останавливались, потом ездили в доте в этом, делали с целлофан, абразуру закрывали, дверь тоже, естественно, двери нет, естественно, вот, закрывали, ну, достаточно, ну, что, в доте-то хорошо, слушай, что там, костерком по-черному натопил, вот, небольшую дырочку целлофан, и оставил, вот, в бразуре туда все уходил, это самое, от протопки, тепло, хорошо, вот. То есть, однако верховые были, да? Верховые, в основном, да, верховые по полю, а в лес там зашел, заходишь вообще была, картина страшная, ну, и от этого дота-то не отходили, никуда далеко, по-моему, начали копать, прямо около дота, ну, сколько, шесть немцев сразу в траншеи, прямо стаями, вот они как стояли, ну, это мы, забегая вперед, вот, видимо, гансовские пулеметчики, которые остались на прикрытии, на ход своих, вот мы их там и подняли, и наших, то рядом, человек 18, наверное, вот, тоже, в траншеи, вот, как они шли, вот эти шестеро, вот, наших 18 загасили, а этих вот, ну, то есть мясорубка-то была страшная, на самом деле, это прямо в деревне, прямо вот, под, слушай, под, собственно, под домами, ну, это, как и в Никонова, когда коснемся разговора, вот, Максим, наверное, да, будет рассказывать про Никонова-то. Будет, конечно. Ой, там вообще, ой, слушай, прям в погреб, я не знаю, как люди жили, там погреб, вот погреб, и кости торчат из погреба, из этой самой землицы матушки, огород, и вот те берцовки. Как? Ну, нормально-то, что, ну, и подумай, господи. Может, уже привыкли тоже. Абсолютно. Ну, мы же с тобой как-то говорили, Артем, то, что, когда спрашиваешь, а где у вас тут вот погибшие-то, что, говорит, солдаты, что ли, да вон, ну, типа, там, вот, там, Марфа Тимофеевна-то померла, человек, а это солдаты, да и вон, а вон лежат у меня, вот, там, вдоль забора. В этой самой сухуши, там, концлагерь был, небольшой немецкий, для наших военнопленных, к мужику подходим, а, слушай, забор стоит, и там, прям, вот, ну, знаешь, крышки черепов, у него из-под забора, вот, ну, забор вот так, да, вот здесь вот, говорит, дай, выкопай. Чего копать вы тут будете, говорит, перекопайте мне весь огород, вот, а там еще потом кабан придет будет копать, ну, и вы тут еще, ну, и что, говорит, ну, черепа, и что, мало, что ли тут. Вот, только не дал. А как его заставишь? Ну, ты же его и не скажешь, там, боже, ты вообще в своем уме, это же вот наши, вот, бойцы, деды. Ну, что ему объяснять, то он, что не понимает? Понимает. Значит, танкисты 28-й танковой бригады при прорыве немецкой обороны отмечают крайне эффективные действия советской нашей, ну, нашей советской артиллерии, да, приданных частей артиллерийских. Вот, арт-полков, увязка взаимодействия между танкистами, стрелками, артиллеристами позволила, то есть, точно были даны точные координаты артиллерии, и она подавила огневые точки противника так, что вот, мы дошли до этого урда, мы практически-то без боя, вот, как, ну, понимаешь, вот опять взаимодействие между частями и соединениями, вот, дает потрясающий эффект, оказалось, да, к ноябрю 42-го года, к концу ноября 42-го года. Между тем, в наших частях воцарилась, вот, при прорыве этой обороны воцарилась ненужная эйфория от того, что немец не оказывает здесь сопротивления, пошли мы, значит, дальше вперед, надеясь на плечах противника пройти этот урдом и выйти в районе деревни Лисина к большаку молодой тут, Ржев, что было и задачей. Почему не учитывали то, что будет опора на вот эти вот оборонительные линии Ржевско-Вяземского вооружебежа обороны, для меня по сей пор непонятно. Через сколько-то времени начали требовать, дайте нам карты старого Ржевско-Вяземского рубежа, потому что немцы опираются на наши же возведенные долговременные огневые точки. Вот это вот, на самом деле, то, что мы, кстати говоря, не учитывали, даже при описании вот боев во многом, и будем сейчас учитывать, когда будем разговаривать о действиях 39-й армии в, собственно говоря, весной 42-го года, это то, что немцы, фактически фронт оказался перевернут, и наши войска наступали с запада на восток, точно так же, как немцы в осенью 41-го года, и немцы сели на те же самые, на тот же самый рубеж, который готовился к обороне в 41-м году, чтобы их остановить. И оказалось, что вот как раз его прорвать, собственно говоря, не получилось, и поэтому там уперлись в ту же самую сучок, уперлись в линию железной дороги. Один из немаловажных факторов, да. Один из немаловажных факторов, и как раз мы будем рисовать карты, и этот рубеж обязательно будет на нем нанесен, потому что это очень такой серьезный фактор, который не позволил 39-й армии в свое время соединиться с войсками западного фронта. Ну, конечно. И причем, ты знаешь, что самое интересное, то, что на требование вы, значит, найти вот то есть самые карты этого Ржевского-Вязевского рубежа обороны, а их нет. Вот нету. Вот, а искать, ну, извините, долго и нудно. Плюс к тому же преследование без разведки, да, вот на плечах противника, ворвемся, вот, 28-я танковая бригада ренулась, значит, за отступающим, как казалось, за отступающим бегущим противником, и нарвалась на засаду в районе деревни Пузниково. Вот. А туда были переброшены танки из Великой Германии, из танкового батальона Великой Германии, вот, рота танков Т-3 Ланге, ну, длинностолки которую, да, которые встретили наши танки из засады. Вот. С огнем, значит, из засады были потеряны, сразу наши тридцатьчетверки были подбиты, и убит командир танкового батальона, который возглавлял это преследование. Ну, и, соответственно, сам понимаешь, на этом наше преследование-то и закончилось. Остановились, начали приводить в себя порядок. Ну, потому что, понимаешь, вроде тут успех, а тот же контрудар, ну, не то, что контрудар, а вот эта немецкая засада, да, как ушат холодный воды на нашей части оказал. Вот этот прорыв, это вот прям по всем немецким документам, что 206-й пехотной дивизии, что 23-го армейского корпуса, что 9-й армии, оказался полной неожиданностью и грозил обрушением всей обороны. Фланги, как мы с тобой говорили, да, и центр. То есть разрывается оборона на два участка и замыкается кольцо. Но это по немецким, опять же, планам, как они предполагали, как мы будем действовать, да. Вот, поэтому было доложено штаб-группы армии и центр о том, что 206-я пехотная дивизия держаться не может, что середина полосы обороны 206-й прорвано, что 312-й гренадерский полк бежит, да. Ну, он действительно там бежал на 3-4 километра, это же танки Великой Германии остановили, вот, с преданными мотострелками из той же самой Великой Германии. Но немцы уже начинают Великую Германию потихонечку задергать. Да, в это время, не упомянул, вместе с 14-й мотопехотной дивизией начали потихоньку раздергивать Великую Германию на боевые группы, составляющие, да, и затыкать оборону, как в районе боевых действий 22-й армии, но это уже расскажем в последующих, да. И вот это вот, конечно, то есть вот прям исследование Ржева, да, оно прям сразу говорит о том, как наши действуют и как немцы. Вот это немцы, их вот это постоянное формирование боевых групп, их перемешивание частей, причем при сохранении управления, конечно, что на самом деле... Для меня до сих пор, да, непонятно, Артем, вот на самом деле... Как у них это все... Как взаимодействие, взаимосвязано, и плюс к тому же это снабжать же как-то надо было, понимаешь? Кто их снабжал? Ну вот дается там вот усиленная боевая группа в районе... Ну слушай, там усиленная боевая группа получается в районе, как полк, да, из намешанных частей, кого только нет. Ну вот будем разговаривать про 29-й армии, увидим, кто закрывал оборону, затыкал наш прорыв с запада 29-й армии, там же и люфтваффы, и значит... Люфтвафф имеет в виду полевые части. Да, естественно, и нет, 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 естественно. Люфтвафф имеет в виду то, что эти строительные батальоны люфтваффы преобразованы в пехоту, плюс парашютисты переброшены из Дорогобужа на помощь своим, да, вот эти критские парашютисты там оказались. Плюс всякие какие-то непонятные части саперы, там какие-то строительные батальоны, радовцы, прочая-прочая-прочая разность. Ну их надо было как-то, во-первых, кормить, снабжать, доставлять боеприпасы, учитывать количество. Работа штаба немецкая. Ну, конечно, мы говорим о том, что у них построена, во-первых, управляемость войск очень высокая. На величайшем уровне. Да. Но, тем не менее, так сказать, вот это, с одной стороны, умение создавать вот эти боевые группы, с другой стороны, они в итоге вот всю свою армию вот так и раздорвали. Ну, это понятное дело. Конечно, это естественно. Обратная сторона, да. Опять же, можно было бы, ну, это вот, по некоторым моментам можно было всегда воспользоваться вот этой, ну, как бы, да, когда направляют боевые группы, ты сам понимаешь, управление-то пока еще не связано между собой. Вот надо было, ну, опять же, всем и задним умом все в Гинденбурге. Не-не, это понятно, да. Ну, да. К сожалению, так сказать, уровень управляемости немецких войск на тот момент, он просто порядок предусходил. Ну, порядок выше. Так сказать, Красной армии. Плюс, к тому же, прогнозированной ситуации, да, какого бы там ни было. Немцы всегда делали, ну, прогноз из нескольких составляющих точек. Никогда не было. Нет, только вот так. То есть, так, 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 проигрывалась ситуация из возможных, да, составляющих. У нас только вот, только так. Вот, больше никак. С другой стороны, они, опять же, вот приписывали свои достоинства нашим. То есть, они рассматривали нас, как такого же противника. Да. И очень часто считали, что мы будем действовать более разумно, чем в итоге. Я тебе больше скажу. Самое интересное, то, что вот даже к этой самой операции Марса у нас вдруг немцы у нас переняли всякие, вот, понимаешь, вот шаблонность, да. Видимо, ты знаешь, какие-то вот похожести школы военного искусства, да. Ну, все-таки, что там, что там, да. Недаром же мы там в тридцатых годах-то дружили-то. Нет, ну, подожди. Прусская школа девятнадцатого года, девятнадцатый века, чем мы ее воспринимали, да. Это понятно. В двадцатых годах и Кама, и прочие-прочие разности, да. Все-таки опыт-то перенимался, вот. И опыт Первой мировой войны, и прочее. Вот. Что бы ни говорили. Не на пустом же месте у нас то это все выросло, командование. А тут немцы у нас начали принимать вот те же самые приказы, ни шагу назад, никуда, вот стоять насмерть, да. Нужно ли оно, не нужно ли оно. Гибкость маневра. Вдруг неожиданно у них начало это уходить. А еще это связано с тем, что тоже мы же не просто, вот опять мне летом, по лету нам с тобой. Прилетел там. Вот, трупами заваливали там. Мы же тоже выбивали своими, да, мы потерями, но мы выбивали кадровый немецкий состав. И уже тот кадровый состав, который приходил, он был на порядок ниже, тот, которого был. Ну, это неоспоримый факт. Да. И заместо того обученного личного состава приходил, вот как я уже неоднократно упоминал того же самого Зайку Антона, да, немца-поляка-чеха, который бросал два раза гранату и один раз стрелял из винтовки. Вот. За место тех людей, которые брали Париж, Варшаву и дошли до Москвы. Ну, вот как могли, так и убивали. Нет, вот опять, всегда говорю, не было других альтернатив. Это сейчас хорошо рассуждать. Вот было, не было, к сожалению. Вот. Было, что было. Ну, ладно, возвращаясь, значит, к боевым действиям 39-й армии. Начали, собственно говоря, с того, что у нас вот эти вот боевые группы, которые начинают сформироваться, так сказать, как всегда, пожарные команды, затыкающие дыры там-то там. Да. Перебрасывается 14-я мотопехотная дивизия. Она должна была прикрыть район обороны со стороны преснопамятных деревьев Ажево-Дорогино, да, чтобы закрыть возможность прорыва нашим через дорогу молодой тот Ржев. Вот. 14-я мотопехотная дивизия. Плюс к тому же туда же отправлялись противотанкисты из Великой Германии. Приказ пришел ни шагу назад, вплоть до отдания, значит, отступивших под военно-полевое трибунало. Но тоже вот тебе 227-й приказ, только, знаешь, такого корпусного масштаба. Ну, а как им еще было останавливать паническое бегство своих частей? Ну, вот. Усилением и приказами. Больше никак. Опять давай немножко так... Для немцев приказ по тому времени, ну, это, слушай, какой-то чинаш для православного. То есть отдали приказ, его надо выполнить. Все. Какое бы то ни было, вот что бы там ни было. Знаешь, когда пытаемся там рассуждать, вот наши такие приказы выполнять. Две немцы тоже самое, на самом деле. Но у них была еще к тому же, в рамках приказа можно было проявить какую-никакую инициативу. То есть выполнить его можно было по-разному. Хотя как можно выполнить приказ ни шага назад по-разному? Ну, а основа немецкой обороны, вот. Это не глухое сидение, в этой же самой, извиняюсь за тавтологию обороны, в обороне, да? А контрудары, может быть, они не масштабные, да? Ну, как бы ротой, взводом, батальоном, но постоянно наносить контрудары. Для чего? Для того, чтобы одержать противника, значит, в тонусе, да? Как бы выбивать у него наступающую часть. Перехватывать инициативу за счет контрударов и выбивать пехоту, естественно, вот этими контрударами. Ну, и не давать, собственно, свертываться в колонны и двигаться дальше. Да, да, да. Постоянно держать, часть его развернута. Да. Подготавливаться к дальнейшему, значит, продвижению, наступлению. Плюс еще и артиллерию, значит, должны были передать. Батареи из других частей на усиление 206-й пехотной дивизии. Из 253-й пехотной дивизии, до этого участвующую в отражении ударов только одним пехотным полком, гренадерским полком, извиняюсь, оттуда должно было прийти. И со стороны Ржева, да, из-за частей, которые находились в районе Ржева, там боевых действий как таковых не велось. Вот оттуда должны были тоже прибыть. артиллерийские части. Что и опять позволило создать немцам артиллерийский кулак, способствующий остановке нашего наступления. Перед немцами это, в принципе, тоже остро стояло вопрос. Удержат они даже при наличии так, тех передаваемых частей соединений, да, в 23-й армейский корпус линии обороны. Вместе с тем, тут тоже такой очень интересный приказ пришел. из штаба 23-й армейский корпус из 9-й армии. Я его прямо зачитаю. Приказ в дивизию 206-ю. Попытки противника строительства для УТА должны быть разбиты огнем артиллерии. Противник должен умыться кровью. Если он захватит позиции, он должен быть немедленно отбит контрударами. Ну, то есть, понимаешь, вот, вот, опять вот, должен умыться кровью. Ну, какие-то вот прямо это самое, не белые штампы. Стампы какие-то, да, такие. Ну, это приказ такой, уж не вот тебе откуда-то взялось. 23-й корпус, вот, все, дает приказ, чтобы… Вот. А они там еле… Самое интересное, что они еле держатся за оборону, почему, как они там… Какое умывание крови должно быть? Ну, непонятно. Ну, вот, небольшая оторванность от действительности. Плюс, к тому же, надо… У немцев созрел план отбить преценопамятное деление Вани на моторе, на шарке, чтобы хотя бы одну из клешин, вот эту клешню нашу, да, с правого фланга ликвидировать. Для этого был создан 26-му числу «Ударный кулак» из трех батальонов гренадерского полка Великой Германии. Также туда передали взвод танков из Великой Германии и часть из батальонов 253-й пехотной дивизии. А мы с тобой уже говорили, что там была наша стрелковая бригада 117-я и 2-й батальон 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии. Ну, то есть там порядка 150 человек, кто и было в этом Вани на моторе, занимала оборону. Наши же в это время на левом фланге начали, значит, метаться от деревни к деревне. Понимаешь, опять же, вот эта эйфория того, что вот прорвали оборону, вот это взяли Вани на моторе, начали, значит, попытки вот эти взятия деревень окрестных, там те же самые калинки деревня будет, местом кровопролитнейшим местом ведения боевых действий. деревня Шарки, вот эти дергания, значит, частей вот этих бригад 186-й стрелковой дивизии. Мы несли только кровавые потери и продвижения никакого не было, потому что увязки вдруг, понимаешь, опять ушло вот в первый день, посредством того, что было налажено и взаимодействие, и прочее, 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 вот вернулись опять к какому-то, знаешь, план по валу, вал по валу. Почему-то никаких взаимодействий между частями соединениями опять налажено не было, а части, опять же, не давали, не давали даже частям отдохнуть-то толком, да, вот вели в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Ну, вот опять это эйфория от того, что прорвали оборону на плечах противника сейчас мы продвинемся дальше ну вот к сожалению плюс погода к 27 числа начался еще снежный буран по всей линии фронта снежный буран такой то что небо артиллеристы могли стрелять только по площадям не видели вообще никаких пристреленных реперов и целей да ну только исключительно только по квадратам бить по площадям ну конечно и немцам на руку ты особо не играл но тоже ничего не видно ну и наступного сам понимаешь когда наступаешь не видишь цели туда тяжело да да лица контрударом отбили деревню шарки в этом полностью значит была вина командиров командами 2 батальона 298 строкового полка вместо организации значит обороны в отбитой деревне шарки да вот а мы же говорили с тобой что большой крови это нам стоило значит что пошли значит занялись другими делами как говорится с документацией ну можем только предполагать что там с другие дела такие вот царили в дивизии в этом полку и привело к потере важного значит условно обороны плюс к тому же сразу создалась возможность ударить в тыл на для ликвидации гарнизона ванина моторина что немцы осуществили ударная группа из немецких частей из вагну из великой германии да и из 253 с привлечением наших значит перебежчиков перебежчики подошли к боевому охранению завели с ними разговоры пока выясняли кто там чего зачем почему значит разведчики из великой германии в ломились в боевое охранение ликвидировали его и продвинулись по траншеям дальше дальше саму ванина моторина в деревню на пути наступающему противнику встал гарнизон переобороны немецкого дзота там оставалось тоже порядка 130 человек сборная солянка из батальона и вот это 186 до стрелковой дивизии они вокруг этого зота значит заняли круговые обороны и немцы не могли взять в течение трех суток то есть трое сутка штурмовали вот этот тот самый дзот неоднократно предлагали нашим сдаться ну в ответ сам понимаешь что получали гранаты пули и отборный мат наши в это время не слышали об этом бое только к концу значит обороны каким-то значит чудом несколько человек прорвалось из окруженной группы да и занесло что ребят по минутам мужики мы бой ведем помогите помочь ну уже было нечем принципе через четыре суток обороны деревню ванина моторина была сломлена дзот был взят там порядка из 140 человек было 20 пленных все раненые да и 120 человек убитых немцы насчитали слушай но для леоненцев это тоже был значит как бы знаешь такой вот мать момент очень показательный показательных планшет они вот трое сутки дерутся мы им предлагаем сдаться они дерутся мы их заваливаем снарядами они дерутся запросили огнеметы должны были подойти огнеметы но по каким-то причинам документ особо не указывается вот ну то есть уже ну как бы готовы были выжигать ну потому что дерутся прямо в центре обороны в этом окруженные да вот советские части в книжке вы прочитаете более подробно там с указанием командиров с указанием таких интересных моментов всяких особенно ну такой вот опять немаловажный момент то что вот смотри да подвиг и предательство вот одни за как немцы спишут вот те перебежчики которые были задействованы в ликвидации вот они заслуживают хорошего обращения кормежки наравне с войсками вермахта и обеспечением их форму ну вот до смерть за родину и моргой на даме зелененькая форма вот с германским орлом вот чаша весов такая вань на моторе напала больше мы в этом районе наступление такого масштаба уже вести не могли ну сам понимаешь понесенные потери наших стрелковых частей соединений были велики поэтому еще удар наносились но такой силы уже конечно мы вести наступление не могли в это же время мы начинаем наступать на деревне урдом выдвигаясь значит в район деревне урдом штаб 39 армии было послано донесение о том что деревня урдом взята все мы в деревню мы ворвались деревню но не проверив данные посланные командиром стрелковой дивизии была сосредоточена там танковая бригада и стрелковой дивизии стрелковой дивизии в колонах в походных колонах выходит к окраине урдома и то же самое танки выезжают в походной колонне на самом-то деле мы приблизились к деревне урдома примерно километр ну то есть представляешь удивление немцев когда на них вывалил и вот этот вот масса пехоты и танки вот да причем не в боевых порядков вот в этих колон моментально был по нашим нанесен артиллерийский удар сокрушительной силы и в течение сутка только занимались тем что собирали разрозненные части пехотинцев и танки ну там порядка десяти машин сразу сгорела такого вот чудо действия значит а туда поехал 39 армия разбираться а чушь с причинами ну пока мы разбирались то разбираться начали разбираться разобрались ну вот мы не так то совали посылали вы не нас не так поняли донесение не такое было ну все как обычно штаб 39 армии танкисты 81 танковой бригады доложили что урдом взят танкисты ведут бой значит самой деревне и руководствуясь этим донесением штаба армии командир 28 танковой бригады малыгин получил приказ двинуть пехоты из 373 стрелковой дивизии на помощь 81 танковой бригаде и 135 стрелковой дивизии то оборону урдома приняла такой значит форму еще такого даже несколько гротеска со стороны немцев но почему то вот понимаешь даже даже адольф гитлер приказ издал для 23 армейского корпуса что я ну опять же зачитаю ну не каждый же день фюреры обращали внимание на удержание деревни тогда правильно такой я ожидаю что оплот на месте вклинение будет сохранен при любых обстоятельствах а самого места вклинение сокращено со всей энергией меры для контрнаступления проводятся адольф гитлер ну то есть вот вместо войск прислали прислали денег нет но вы держите держите такую вот телеграммку я думаю что как бы немцам то в тех это самое лесах то до заснеженных полях от телеграммка сердце согрел прям ну на ура мне кажется лучше снарядов по прислал бы ну вот но я так понял что гарнизон то там было непростое в деревне урда там и 88 зенитки слушай там и танки были и танки значит который курсировали опять же давай-ка отойдем от стирать стереотипов немцы никогда не использовали ну ну моей памяти я ушли изучил документов то массу особенно ржевских да я имею ввиду никогда не использовали никаких окапанных танков да в отличие от нас вот у них не было такого то есть танк должен перемещаться и вести огневой бой то есть танки курсировали по деревне порядка там шести восьми машин ну и поддерживали значит огнем пулементов и пушек обороняющие все части гарнизон немцев составлял из усиленного батальона 206 пехотной дивизии но в батальон там ходили разные части соединений может с тобой говорили про способность немцев создавать боевые группы плюс порядка шести восьми немецких танков из танкового батальона великой германии 88 из 49 зенитного полка орудие pto это порядка там 15 противотанковых пушек от 37 до 75 миллиметров миллиметров ну и естественно все поступок были заминированы как правил ну ка ну это все еще на холме это за эту холме и усилен и плюс поддержка . артиллерии да ну в общем такой неприступная маленькая неприступная крепость для того как бы такой хороший хороший ешь хороший ешь щетинившийся всем чем только можно вот ну значит наши опять появили наступление собрали значит вот после того что ведь рассказал вот это вот эпизода с взятием как бы как мы взяли собрали 200 разрозненные части из двух стрелковых дивизий собрали значит две танковые бригады пошли в наступление ну в общем там оказалось 39 армия запрашивает целый день запрашиваю наши стрелковые части так и не смогла добиться внятных рассказ а к чему происходит потери вот опять же вот понимаешь почему приводит потеря значит управление да внятно никто ничего не может рассказать нет никто не может ничего объяснить приезжая приехал значит начальника штаба артиллерии посланы туда и штаб 39 армии наконец-то уяснить а чё же происходит в конце концов нашел такую нелицеприятную картину что уже части 2 стрелкового дивизии находится в таком положении что их надо выводить на отдых что в принципе было и сделано были отведены части двух танковых бригад пополнены нам значит 28 число в танковых бригаду 28 и 81 было порядка 40 машин то есть сформировали из двух танковых бригад ударную группу в 40 машин подвели 348 стрелковую дивизию свежую 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 ввели резервы 348 стрелковую дивизию вот сосредоточили вот эту ударную группировку на севере аурдома и нанесли удар такой силы что естественно этот батальон до немецкий откатился в час немецкой обороны то что вот да не могли сломить несколько дней бились лбом ну тут вот сказалось то что конечно во первых но все-таки разведка да скажем так разведали все-таки наконец-то разведали там где можно было пройти танком сосредоточились удар в единый кулак ну и свежеподоведенный 348 стрелковой дивизии слава богу 12000 человек да против батальон слушай ну если ну батальон тоже давай не дали на то что мне батальон дам усиленный батальон на самом деле да там тоже порядка скажем так где-то батальон разросся до уровня наверное двух двух с половиной батальонов то так вот это так уж откровенно говоря они любители в дда у нас там это самое типа там два человека прикрывает нам выясняется у них вот тебе штуки граммеж или вот тебе есть и противотанкисты вообще да там вот тебе противотанкисты вот у тебя там эти самые и куча всякие упоминаемых частей усиления таких каких-то там да что у вас у нас рота усиленная рота чем усилены до саперным батальон и есть или там рота да у нас петан пехотный рот а что к ней да ну еще там рота пулеметов то есть самый батальон пулеметчиков вот рот противотанковых орудий минометчики саперы да вот циклетный батальон и там уже такая рота толковая группа да уже там мы уже близко к дивизии получается опять же очень интересный момент но опять по 29 когда рассказывать вот эту боевая группа которая была больше по численности про я практически равна с всей 29 армии встал на и да вот это вот то что как они формировали эти боевые группы и когда начинаешь разбираться в их численности и в наличии вооружения которые на их ты такую глаза лезут на лоб потому что собственно это ну там условно это может быть там размером в полк или в размером в дивизию боевая группа практически в дивизию но как могут опять максим будет фоменко рассказывать там боевая группа размером с корпус получится ну поэтому когда там говорят что немцы там одной роты остановили так сказать наступление когда галансы начинаешь читать глансы и там знаешь там вот эти вот все вот эти скорбезности о том что да чё там немецкие потрепанная рота встала на пути там знаешь там немецкая боевая группа ну вот небольшой численности да там а какой численности уже не приводит там численность да встала на пути значит ордом азиатов из там скажем 30 там армии ну грубо говоря да там и вдруг неожиданно этого его и небольшая боевая группа разрастается по средствами усиления до практически корпуса вот но об этом то нет не может зачем вот это да вот это нужно там про про немец надо просто иметь ввиду что это надо разбираться что не разобравшись что такое так сказать в их терминологии боевая группа и что такое вообще как они и как когда часто они говорят что вот там что-то там остановили тут нужно понимать что просто с немецкой дивизии не все так просто даже вот с однородного состава даже без выгрупп да вот скажем так не все так просто как кажется на самом деле вот этим все вот опять же мы с тобой говорили кэмфштарке грабенштарке и прочие боевые и прочие траншейные численности ну это тема отдельного разговора ладно так просто к тому что мы когда вот изучаем документы с двух сторон вот эти все эти нюансы они прям выплывают да они становятся вот видно есть как бы наши недостатки мы про них знаем и про них совершенно спокойно говорим но мы точно также знаем про и про немецкие там сильные стороны и про немецкие слабые стороны да и мы можем это дело сравнить и понять просто причины почему происходило так они по-другому да не удалось вот скажем так вот сделать вот так и чем было остановлено что снесли урдом 30 числа урдом наконец-то пал вот мы захватили там четыре танка причем захватили в целостности вот то есть немцы бросили отошли не смогли их видим каким-то своим там причинам вывести в немецких документах об этом не сказано можно только предположить что покинули свои машины и значит благополучно ушли в тыл для того чтобы хоть как-то остановить советские части вот у как раз у этого самого преснопамятного дота которым с тобой говорим были оставлены значит несколько пулеметных расчетов и взвод стрелков который собственно говоря и прикрывал отход на алисина по нашим и немецким данным все они практически там это вот саму отзот и легли то есть отставить у этого дота в бетону легли но в то же время свою задачу выполнили деревне лисина который опять же благополучно уперлись наши точно такая же как и деревне урдом абсолютно одинаковая с точно такими же дотами но там тоже ржевский узел тоже ржевское узел обороны те же самые сооружения которые немцы пока удерживаются урдом привели все привели в порядок до приготовили к обороне и наши опять же упираются вот узел обороны в деревне лисина да еще так уперлись то что понимаешь на опять же 81 эта преснопамятная наша танковая бригада начала наступление развернулись в колонну вышли значит этой колонной на деревне лисина и у нас сразу моментально было подбито и выведены из строя 12 танков на тот момент времени уже танков то и практически и так тоже не осталось в этой ударной группировке то что я там говорил 40 ну да 40 из них было потеряно на минных полях там головная походная застава не не слышали ничего не слышали до них разведку не слышали если действия малыгина еще худо-бедно но можно с ну как бы признать достаточно успешными топ 81 бригада конечно ну не зажгла не зажгла от слова совсем ну малыгин правда конечно и командир такой очень достаточно был боевой и грамотный и смелый и проявивший себя в ходе жестких боев с положительной стороны но мы посмотрим это весной 42 года в тех же самых местах кстати воевал то вышли они вот это 81 еще к тому же попал на 20 миллиметровые зенитки которых ударили борта ну вот такие потери сорвали наступление в этом районе в районе деревни лисина боевые действия будут продолжаться еще в течение двух недель успеха наши никакого там естественно больше иметь не будут все ну как бы все встанет на места позиционных боев бои достаточно тяжелые но в книжке я думаю что вы прочитаете об этом более подробно мы наверное перейдем к левому флангу собственно у нас правый фланг ванина моторина мы встали встали по центру лисина встали это уже 30 ноября и у нас остался рассмотреть вот этот кусок правый фланг самый один из самых кровавых участков боев очень сильно упорные бои развернулись на левом фланге значит наступление 39 армия в районе деревень мешукова ажева зайцева гончуки чем кровавые для обеих сторон что для нас тут для немцев деревня гончуки и кондракова на возвышенностях находились в так скажем внутри глухого лесного массива немецкая оборона была опять же построена в виде рот двух ротных опорных пункт но они там господи между ним там 800 метров между этими деревнями на самом деле там с бугра спустился на бугор поднялся и другая деревня уже получил понимаешь сейчас это тоже все урочище да сейчас там урочище сейчас там как в принципе как и ванина моторина там можно снимать фильмы про войну выкопано там все давным-давно полностью выбито до нельзя приезжаешь и вот знаешь ходишь и смотришь а как была устроена немецкая оборона ну то есть траншеи выкопано в полный рост все ну да куда как же до полика все выбито ну а как там и вахты были черные копатели приезжали чего там кого там только не было вот эти две деревни стали на нашем пути ну знаешь что такими двумя крепостями все как опять по науке дома превращены в дзоты 8 в линии траншей оплетено все каличьей проволокой плюс к тому же для того чтобы не дать обойти эти опорные пункты у немцев уже даже в лесу появляются значит опорные пункты выносные на взвод ну то есть как правило это где-то на полянке возведенный дзот вот и вокруг него значит возведена линия обороны ну такие знаешь островки вот вот островки ну вроде кажется ну чё там ну что там дзот этот взять на самом деле не так просто потому что сам понимаешь артиллерию по лесу протащить практически невозможно даже 45-милитровое орудие да попробуй ты его по целине да по лесу то прокати да еще по целине то ланта а по снегу а по болоту по незамерзшему ну и посреди этого всего вот до возвышается вот это вот такой вот опорный пункт кое-где с возведенным русским забором так называемым немецким это в бренчатый срубы просыпанной землей в них вырублены бойницы тоже возьми его без артиллерии да ну как никак не получится вот все это приспособлено для ведения кругового огня и рациями телефонной связью с сопряжено со штабами вот в эти опорные пункты мои уперлись и уперла значит 158 стрелковая дивизия которая вроде как с начала наступления да смотри еще тоже такой немаловажный момент 158 178 они ветераны боев на этом плацдарме занимали тут оборону вели крайне неудачные боевые действия во время наступления весны да или это тоже ни на шаг никуда не продвинулись а тут для них первый успех там прямашему как бы ободренные люди были ободрены то что вот мы можем бить наконец-то мы можем бить фашистов ну то есть обороняться они умели и умели грамотно ну то есть бить фашистов в каком плане мы умеем наступать вот и вот этот наступательный порыв под к сожалению был разбит не совсем правильные боевые ну приказы нашего команды которые вовремя не смогло нащупать да по разведсводкам по прочим разностям нащупать слабые места в немецкой обороне начали биться в эти вот самые деревни лобовыми атаками попытки обхода были ну уж не совсем уж на что уж неграмотные командир это естественно а до этого понимаешь как бы мы проходили по этим лесам но как бы окружали немцев в этих опорных пунктов в деревнях вроде как бы ну как бы окружив немцев могли опорные пункты взять то что и 158 и получилась в сухуши и прочих повышенозаводных деревнях а здесь начали упираться в эти самые вот взводные опорные пункты и уже взять их не могли штурмовые группы были выбиты штурмовиков практически уже не осталось да то есть опять же начали в дивизиях использовать личный состав тыловых подразделений начался снарядный голод мы с тобой не коснулись все-таки плечу подвоза то большое достаточно снабжались то сележарову все это дело а вот потому что мы с тобой говорили начавшиеся промерзать почвы занесенную снегом да да на телегах вот без без саней с малой проходимостью для автомобильного транспорта нерасчищаемых дорог да ну вот опять начался снарядный голод к тяжелую арт-система ну и плюс к тому же усталость усталость войск немаловажное значение вот то что и моральной усталости усталость о введении боевых действий немцы потихонечку 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 начали усиливать свои части стоявшие на путях наступления левофланговой группировки подводом свежих частей соединения и танки подбрасывать танки но опять танки тоже не слева не наступать не стоит думать что игра была в одну калитку то я вот по 81 танковую бригаду рассказал порядка десяти машин в то же время у 5 танковой дивизии сюда приезжает рота танков командир роты через несколько дней доносит что меня танков нет все рота выбита полностью то есть из 15 танков у меня не осталось ни одного бы готова к чему это говорю то есть накал борьбы был величайший тяжелейший да ну мы используя свои танковые части теряя танки прорвать обороны немцев не могли немцы наоборот теряя свои танки да за счет вот эта потеря танков за счет своих подвижных соединений останавливали наши ударные группировки вот ну и последний момент у зайцев хотела рассказать вот о боевых действиях в районе гончуков и зайцева и кандеркова о том как наши попали в окружение части 158 и 178 стрелковых дивизий слаженности так сказать боевых действий значит наших частей в кавычках значит во время наступления между этими двумя деревнями знать боевые группы наши уже боевые группы из их двух стрелковых дивизий прошли в немецкий тыл это в десятых числах декабря месяца проходит немецкий тыл для немцев это тоже знаешь как бы очень сильный являлась очень сильной неожиданностью и опять же потерять деревень заходом в тыл немецкой обороны грозила обрушение 23 обороны 23 армейскому корпусу средотачивать на флангах его прорыва вот этих вот боевых групп немецкие два батальона наносит удар и отрезают значит прорвавшиеся два полка из стрелковых дивизий сообщает и об этом есть и в наших документах дивизионного уровня и в немецких документах дивизионного 206 пехотной дивизии корпусного уровня самое смешное об этом нет в армии вот об этом эпизоде там даже наоборот 39 39 армия 39 армия такая слушайте все рассказы об окружении этих частей соединения посланными нашими командирами значит обнаружено следующее что наоборот мы окружили немцев в лесу вот разрозненная группа автоматчиков которые там молот полозе по лесу были приняты значит командирами стрелкового дивизии за окружение на самом деле окружение никакого нет окружили немцев мы слушай ну вот да вот показывает уровень значит осведомленности донесений в штаб основании потом которых и делались до умозаключения в штабе фронта вот представляешь ну то есть части берутся в окружении частью частями стрелковых дивизий принимается возможные все возможные меры к тому чтобы своих вот этих вот людей оттуда выбить штаб армии доносит о том что наоборот это мы немцев окружение ну благо что благо что не бросили благо что все-таки удалось организовать прорыв части значит там порядка полка ну где-то по порядку полка пехоты наши все-таки вышли из-за котла немцы не смогли значит воспрепятствовать и добиться окружении личного состава нашего но вот слушай ну как вот от чего то ли боязнь донести штаба фронта о том что такое произошло да но других то вот при пункта каких еще предположений ну да больше больше ничего пошел боюсь получить по шапке удивительно то что зыгин то очень грамотный что командующим впоследствии в сорок третьем году погибнет подорвется на мине когда будет к по себе выбирать вот ну тут не вина наверное зыгина сколько наверно вина штаба штаба армии потом очень будет интересный разбор полетов уже после всей проведения операции когда зыгин ну всем частям и соединения которые вот участие принимали но насует полную панаму единственно кому не достанется за его штабу и естественно ему самому себя пороть не будешь что положено юпитеру да скажи мне хорошо значит наступление когда остановилась вот на в этом на нашем участке 14 примерно 14 декабря то есть попытки прорывов и боевых действий еще конечно велись на этих участках до 21 до 25 декабря месяца но это уже будут локальные попытки до сил то уже ну как мы с тобой уже бои местного значения да бои местного значения но они уже прямо можно сказать что уже с первого декабря можно было смело сворачивать все операции потому что частей усилению 39 армии после взятия урдома после введения свежих то то что мы говорили не останется мотострелковая бригада который могу опять же говорили она вот со 158 178 уйдет еще на усиление им 178 158 уйдет на усиление еще в начале декабря ну то есть у тридцать девятой армии резервов резервов не было к второму числу вообще никаких все было израсходова выстрелили все до железки тоже давай тоже время назад результаты какие у нас результаты более чем скромный артем прям скажем да ну помимо того не знания плане нордпол до который мы сорвали ну давай это оставим под спудом там же мы об этом не знали но тем не менее сорвали да ну влант влетели так сказать на мотодивизию не знали на не а присутствие значит мотодивизии великие германии 14 мотопехотной дивизии что у немцев есть резервы что у немцев есть не да не просто не резервы а вот этот ударный кулак вот для нас это появилась полной неожиданности мы отбили для нас важный довольно таки да и для немцев узел урдомский по ходу потом операции будет даже такая знаешь это самое урдомская операция проведена проведен разбор урдомской операции скажем так то есть понимаешь выделена из всей целиковой операции урдомской в отдельную но у нас вот мы с этим сталкиваемся все время что все названия операции то есть у нас нет неудачных операций практически так но у нас их нет вообще нет нас есть вместо того что если не получилась операция на оленина получатется урдомская операция получилось да это так сказать заложено еще было в великую отечественную войну и дальше в историографии у нас так всегда и было уже есть всегда успешные операции ну то есть никаких целей и задачи мы в тридцать 9-й, естественно, выполненной не было. Но в то же время по ходу операции родилась вот эта Урдомская операция, которая была, мы отбили населенный пункт Урдом и молодой тут деревню, поселок. Перерезали в нескольких местах дорогу снабжения Соржева на молодой тут. То, что опять затруднило немцам снабжать свою 206-й, 253-й пехотную дивизию. Слушай, ну... На коня их отвели в итоге. В итоге, да. Немаловажную роль в этом сыграло то, что перерезали пути снабжения. И тут тоже, кроме всего прочего. Ну, наверное, коснемся потерь наших частей и соединений. Значит, 39-я армия отбила 53 населенных пункта. Ну, скажем так, не то, что мы с тобой тут наговорили. Урдом, 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 Урдом. Ну, кроме Урдома, кроме всего прочего, там еще 53 населенных пункт. 143 квадратных километра вернули родной земли. Оттянули на себя части Великой Германии 14-й модопехотной дивизии. Да, и потом же еще тут в середину декабря приедут части, значит, 19-й танковой дивизии. Там, правда, танков уже останется, ну, порядка 10. Но все равно, хоть 10 танков, это боеготовых, сколько там в краткосрочном, долгосрочном ремонте. Ну, и первая танковая дивизия там, я так понимаю, поучаствует. Первая танковая дивизия, ну, она там, знаешь, такими отдельными взводами, скажем так, принимала участие. Пятая танковая дивизия тоже. Вот создание боевых групп. Ну, невозможно всех в рамках небольших лекций, невозможно перечислить все эти части соединения немцев. Вот, 19-я танковая дивизия заняла, значит, рубеж обороны между 206-й и 14-й стрелковой дивизии. Плюс к тому же, что у нас, ну, про Норпул мы уже с тобой сказали. Значит, убито у нас и умерло от ран порядка 11 тысяч человек в 39-й армии во время проведения операции. Ранено, обморожено, болезненно 25 тысяч человек. Санитарные потери. Да, санитарные потери. Безвозвратно мы потеряли 81 танк, сгоревшие из них 53 машины. Ну, у немцев, слушай, вот с немецкими потерями тут крайне сложно все. Считай сложно вот эти боевые группы. Понимаешь, да, ты прав, абсолютно. Боевые группы, как вычленять Великую Германию, да, из каких вот... Потому что Великая Германия еще ездила под Белой тоже. Вот. И участвовала на Лучесе в 22-й. То есть у нее дергали вообще все. Вела, слушай, кровопролитнейшие бои по всем, по всей, значит... Ну, вот этому западному. Северо-западному фасу. Фасу Ржевского выступа. Да. Как вычленить потери, которые она понесла здесь, и потерями понесенными там, невозможно, да? 206-я пехотная дивизия. Ну, понятно, там порядка 2,5 тысячи человек, если мне память не изменяет, убитыми. И там около 4 тысячи ранеными. То есть где-то 6,5 тысяч человек. 253-я, то же самое где-то пехотная дивизия. Но опять 253-я, она тоже была раздергнута на части соединения. Можем смело говорить о том, что немцев погибло. Мы потеряли 11 тысяч человек. Немцев, ну, порядка там 3-4 тысячи убитыми. Ранеными, ну, не знаю. Не берусь судить. Не берусь судить, ну, тоже, наверное, порядка нести. Общие цифры мы потом дадим. Да. Общие цифры, ну, это по всей операции Марса у нас единственное, что есть. И то там довольно сложно, опять же, у нас с 1 октября начинаются данные. Да. И дальше они до января месяца. И вычленить, опять же, все вот эти потери, так сказать, конкретно там по каким-то вот именно местам даже боев, да, там, наших наступлений практически невозможно. Да я думаю, что этого и не будет возможно никогда. Даже наличие того, что сейчас доступны наровские документы практически полностью, обработать этот массив документов настолько тяжело. Нет, будем стремиться, конечно. Ну, уж во всяком случае, я, когда там, на этом ржеве уже 30 лет сижу, это самое пыхчу. Я, конечно, буду стремиться, но пока вот таких данных, ну, тоже и у меня нет. Пока их нет. Да? В принципе, ни одна из сторон не добилась поставленных, если брать срыв операции Норпол, немцы не добились своих целей, задачей. Ну, сорвали наступление советских войск, это понятно, но в то же время мы сорвали им наступление. Как оно вот... А Ленины не взяли. К сожалению, тоже не получилось. До февраля 43-го года за немцами. Спасибо большое, Алексей. Увидимся в следующий раз, когда будем разговаривать про весну 42-го года. Да. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова